Саламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха и завершаем разбор первых шести аятов суры Аль-Фатиха. Пророк, салаллаху алейкум, сказал, указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Давайте вместе изучать и передавать эти знания распространять, получать эту награду. На прошлом уроке мы завершили с вами разбор шестого аята в отдельности. И сегодня хотелось бы эти все аяты вместе разобрать, посмотреть, как они соединяются и какие есть особенности уже в тридцать дни. Первое — это обращаю ваше внимание на цифры. Обращаю ваше внимание на цифры и то, как они пишутся. Казалось бы, при чем тут цифры? Да, то есть мы хотим научиться читать суры Аль-Фатиха. Я надеюсь, что чтение суры Аль-Фатиха — это как бы такой старт, начало, который взрастит вашу любовь к Курану. И имея уже такую хорошую базу тех знаний, которые вы получили благодаря вот этому небольшому курсу, вы будете продолжать дальше их получать. И, конечно же, чтение Курана будет требовать от вас и знания тех знаков, которые там приходят. Ну и первое, да, на что следует обратить внимание, это вот эти цифры. Поэтому смотрите единица, да, как пишется. Двойка у нас пишется, начиная справа, да, и потом немножко с наклоном налево, да. Тройка такие зубчики. Четверка у нас как будто такая схожая на букву М, только, которая с боком, да, написана. Пятерка практически такой, как овал или кружочек, да. И шестерка, смотрите, пишется схожа с семеркой нашей, с небольшим наклоном только вправо. И вот этой перекрестной линии нет. Поэтому запоминайте, в дальнейшем это вам, иншалла, пригодится. И главное, да, на что еще обращайте внимание, что нумерация специальная. И вот он собрал эти аяты вот так в столбик, чтобы вы видели, да, что нумерация каждого аята в окончании его. Так как мы пишем, когда на арабском языке справа налево, да, то вот это лево — это конец аята и, соответственно, нумерация. И, конечно, в русском варианте это будет как будто начало. Но вы вспоминайте, что мы пишем справа налево в арабском языке. Вот. Разобрали мы предыдущие аяты. И на прошлом уроке шестой аят подробно разобрали. И сегодня хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на последний и предпоследний аят. И как мы их будем соединять. Пятый и шестой аят. Когда я вам говорила на предыдущем уроке про шестой аят, и еще перед этим также урок, говорила вам про Гамзу, про Гамзу Тулёссель. И интересно то, что Гамзу Тулёссель, она читается только при начинании. Только при начинании. И теперь, если у нас Гамзу Тулёссель первой буквой стоит в этом аяте, при начинании аята мы ее произносили с кастры, но если вы ее соединяетесь с предыдущей, с предыдущим аятом, да, с предыдущей строчкой здесь, то эта Гамза не будет читаться, а будем сразу произносить только букву, которая после нее. Значит, обращаем внимание, что последнее слово в пятом аяте имеет ламу, да, нас-та-и-ну. И после этой ламмы или нун-даммай мы переходим сразу на букву Га. На букву Га. Нас-та-и-ну-г-ди-на. Да, то есть не говорим нас-та-и-ну-иг-ди-на. Нет. Переходим сразу на Га и читаем это слово. Но если бы мы здесь остановились, да, как я вам говорила, мы бы протянули вот это нун с фатхой и с алифом, как я вам сказала. Да, то есть нас-та-и-ну-г-ди-на. Если продолжаем, то тогда мы здесь не тянем. Это очень важно. Тоже схожие правила, напоминаю, у нас есть и в предыдущих аятах, то есть на переходе с первого аята во второй у нас тоже было АР-ВАХИМ, да, первый аят заканчивается, и второй аят начинается АЛ-ХАМДУ, то есть начинается на ГАМСТ-РОСЛЬ. Но если мы соединяли, мы не говорим АР-ВАХИМИ-АЛ-ХАМДУ, да, мы говорим АР-ВАХИМИ-Л-ХАМДУ, то есть переходим с кассры сразу на ЛЯМ, на ту букву, которая произносится, как будто это вот одно, да. И теперь то же самое между вторым и третьим аятом. У нас идет слово РОББИЛ-АЛ-АМИНА, да, НУНС-ХАТХАЙ, и следующее АР-ВАХМАН, у нас идет ГАМЗАТ-ЛЬ-ОСЛЬ, который не читается, ЛЯМ тоже не читается, и читаем, у нас читается только РА, вот уже вдвоение. Поэтому мы и при соединении на него переходим. АЛ-АЛ-АМИНА РОБАХМАН, да, то есть если соединяем, то вот такой переход, здесь на него нужно обратить внимание. То есть это уже было понятно из того, что говорилось, но вот обращая на это внимание, чтобы и на практике оно не упустилось. То есть обращаем внимание на то, как у нас читается ГАМЗАТ-ЛЬОСЛЬ, когда она при начинании, и если вы вдруг соединяете аяты между собой. По поводу соединения, да, то есть что здесь можно сказать? Опять же, если вы хотите, например, учите СУРА АЛ-ФЯТИХА, и можете учить те варианты, которые в принципе допустимы, да, а можете выбрать тот, который вам комфортно читать, да, в силу ваших, например, особенностей, там, дыхания, еще что-то. Обычно мы останавливаемся в конце каждого аята, но можем соединить. Так как я на данный момент много, ну, вот, период такой приболела, и долго не могу утянуть, поэтому попробую показать это путем соединения двух аятов, и возвращаясь там в предыдущий, соединяюсь там, первый со вторым, второй с третьим, третий с четвертым, и так далее, да, чтобы вам было более, так сказать, комфортно это слушать, и в то же время мне было комфортно это читать, иншал. Напоминаю, что в конце каждого из этих аятов, останавливаясь, у нас есть мальт, который вы можете выбрать и в два, и в четыре, и в шесть. Мне комфортнее читать четыре, да, то есть я обычно читаю в четыре, поэтому я буду от этого отталкиваться, что везде буду читать четыре харагата. Вы можете сократить до двух, или не сокращать, но, обращая ваше внимание, при присоединении, если мы не останавливаемся, то мы не тянем в четыре, мы тянем в два. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вам за то, что вы поделились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok